МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения еще ваша информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Гости дорогие. О том, как привлечь туристов, говорили в Чебоксарах. Цветы жизни мерзли в саду. Одно из дошкольных учреждений Канаша закрыли из-за невыносимых условий для воспитанников. Нырять можно, только осторожно. Чебоксары готовятся к празднику Крещения Господня. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с начальником Нижегородской таможни. Юрий Лушников приехал в республику, чтобы обсудить итоги работы регионального таможенного поста. С какими показателями завершили прошлый год, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Чувашский таможенный пост находится на хорошем счету. В региональном ведомстве отмечает, Юрий Лушников улучшили свои показатели. При этом уменьшились сроки оформления таможенных деклараций, проведения таможенных операций, что способствует стабильной работе предприятия, не мешает развитию этих предприятий. Будем в этом отношении двигаться. Я помню времена, когда очень сложно было, и законодательная база, она была несовершенна, по сути дела, потому что законодатели отставали, а таможникам надо было и растамаживать, и отправлять грузы на экспорт. И эти проблемы, слава богу, остались в истории. Проблем с экспортными поставками не возникает. Михаил Игнатьев отметил, что за последние годы внешнеторговый оборот республики увеличился. На эти показатели повлиял и выгодный для бизнесменов валютный коридор. И эта динамика в этом году даже лучше, наверное, сложится. Потом предприятие электротехнического кластера, то, что сегодня конкурит с мировыми компаниями, цена и качество устраивает наших потребителей, прежде всего государственной корпорации. Касаясь дальнейших перспектив, я сам постоянно езжу, в постоянном диалоге, касаясь уже вашей компетенции по выполнению прямофункциональных обязанностей, нареканий на самом деле нет. Все вопросы разрешаются по тем материалам, по тем товарам, которые прибывают. Соответственно, по линии импорта, когда на экспорт отправляют, очень быстро, оперативно. Поэтому хочу выразить слово искренней благодарности. Мы эффективно и конструктивно взаимодействуем работаем. На встрече отметили и другой итог работы. В прошлом году в региональном посту нарастили объемы таможенных платежей. Ведомстве уверены, что эта динамика будет продолжена. Митрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Как сделать Чувашу и ее столицу привлекательной для туристов? Что необходимо предпринять для развития туристской инфраструктуры? Где искать идеи? Мозговой шторм провели в рамках конференции по вопросам развития внутреннего туризма. Ведущие туроператоры республики – блогеры, предприниматели и члены правительства. О внутреннем туризме говорили, подчеркивая достоинства и не замалчивая недоработки. У Чувашии огромный туристический потенциал. Богатое историческое наследие, национальный колорит и уникальная природа. Важно подать все это под нужным соусом. И сделать так, чтобы пребывание гостей в республике было не только информативным, но и максимально комфортным. Для нас очень важно сегодня услышать представителей туриндустрии, то есть как они сегодня мыслятся, как они думают по-новому, то есть как развивать туристический потенциал нашей республики. Нам сегодня надо выработать общую стратегию развития туризма. В рамках обсуждения было выдвинуто 10 предложений, направленных на увеличение потока туристов в республику. Один из проектов был предложен Министерством культуры Чувашии. Создание информационного культурного центра на Чебоксарском Арбате позволит гостям столицы лучше сориентироваться. Интерактивная карта подберет туристам экскурсии, исходя из их предпочтений. Стратегическую сессию посетил и глава республики. Он напомнил, в Чувашии проводятся достаточно мероприятий, которые могут быть интересны гостям. Эти события стоит включить в туристический календарь. Мы все эти мероприятия, которые будем на оригинальном уровне проводить, на федеральном уровне проводить, все это будет доступно для вас. Даже элементарные простые вещи. В этом году только мы на территории Чувашской республики провели почти 60 соревнований, кубков, первенства Российской Федерации по разным видам спорта. За пять лет поток туристов в республику увеличился вдвое. Полученный доход за 16-й год превысил 1 миллиард рублей. Мы полномерно движемся к намеченной цели – стать сердцем Волги. Республикой, которую захотят посетить не только соседи, но и гости из дальних уголков России, зарубежных стран. В первую очередь для этого надо наладить авиасообщение с Москвой. Работа в этом направлении уже успешно ведется. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. Печальная новость. Еще вчера в работе конференции по развитию внутреннего туризма принимал участие и Валерий Тимофеев, руководитель общественной организации Федерации сверхлегкой авиации Чувашской Республики. Сегодня стало известно, что он погиб, испытывая новое крыло мотопараплана. Он проводил испытания и потерпел крушение. Пилот скончался по дороге в больницу. На месте трагедии работают сотрудники следственного управления на транспорте Следственного комитета России. По предварительным данным, сегодня около 12 часов 20 минут по московскому времени вблизи аэропорта города Чебоксары упал мотопараплан. По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета с высоты около 70 метров. Валерий – автор огромного количества фотографий нашей республики и соседних регионов, сделанных с воздуха. Он автор книги «Чебоксары с небес». Таким видели город Птицы и Валера. А благодаря его смелости и мастерству – все мы. В Канаше судебные приставы приостановили работу детского сада номер 12 на 30 суток. Случай беспрецедентный. С жалобами на невыносимые условия, созданные в детском саду в региональное управление Роспотребнадзора, обратились родители детей. Специалисты выяснили, что оконные рамы в садике обветшали настолько, что требуют срочные замены. Температура в помещениях была ниже допустимой нормы. Подробности выяснял Родион Архипов. 10 января на принудительное исполнение в Канажский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о приостановлении деятельности детского сада номер 12 города Канаж. Канажский районный суд потребовал немедленного исполнения своего решения. 11 января 2017 года судебным приставом был осуществлен выезд. Деятельность детского сада приостановлена путем опечатывания входных дверей детского садика. Представителям детского сада разъяснено порядок выхода с ходатайством о досрочном снятии запрета на приостановленные деятельности в связи с выполнением поставленных запретов. Руководство сада не снимает с себя ответственность. Да, действительно, некоторые рамы были старые. Не все теплые полы функционировали. Но есть еще одна причина от руководства садика независящая. Это недостаточная подача тепла со стороны теплосетей. Температура подающей трубопровода, которая должна рождаться из температуры наружного воздуха, мы можем проверить распечаткой суточных показаний нашего поверенного теплосчетчика. 20 декабря. Абсолютно независимо от архив погоды из интернета. Минус 25. 2016 год. ГК наш. Вот есть график. Минус 25. Температура подачи теплоносителя должна быть 85 градусов. Температура подачи градусов Цельсия 65-50. Ну, будем считать 66 градусов. Итого... Это 85. Да, это, грубо говоря, 20 градусов. У теплосетей есть маневр в 3%. Но по подсчетам исполняющего обязанности заведующего детсадом Игоря Скворцова отклонения явно не укладываются в допустимые нормы. За время вынужденного простоя в садике отремонтированы теплые полы. Во всех группах повторно утеплены окна. Установлен нагнетающий циркуляционный насос на обратном трубопроводе. На имя главы города Канаж, начальника отдела образования, заместителя главы по социальной политике были написаны письма с просьбой воздействовать на поставщика услуг теплоснабжения и предусмотреть возможность выделения средств на замену окон и ремонт системы отопления. В настоящее время температура в саду соответствует санпиновским нормам. Руководство Канажского детского сада номер 12 направило обращение в районный суд города Канаж с приложением протоколов и документов температурных замеров. Ожидается дополнительное слушание по делу о временном приостановлении деятельности детского сада. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. С кафедры за решетку в Чебоксарах перед судом предстанет преподаватель Чувашского государственного университета имени Ульянова. Через своего брата он получил взятки от 85 студентов. Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего бывшего преподавателя Чувашского государственного университета и его 25-летнего младшего брата. Они обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве соответственно. По версии следствия, утром 6 июня прошлого года в Чебоксарах младший брат преподавателя вуза получил 43,5 тысячи рублей от 85 его студентов для передачи последнего в качестве взятки за проставление им зачета по преподаваемой им учебной дисциплине без фактической его сдачи. Затем преподаватель, желая увеличить сумму незаконного денежного вознаграждения, попросил брата потребовать от обучающихся дополнительную сумму денег. После получения от студентов очередных 25,5 тысяч рублей действия злоумышленников были пресечены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по городу Чебоксары и следователями следственного комитета. Обвиняемые вину признали, наказание определит суд. Сегодня отмечает юбилей наш земляк, кинорежиссер и писатель Дмитрий Михлеев. Автору художественных и документальных фильмов исполнилось 75 лет. Сейчас Дмитрий Михлеев живет в Белоруссии, но не теряет связи с родиной. Он родился в чувашской деревне Новая Ильмова, республике Татарстан. В молодости работал горняком на шахте и настройщиком гармонии. А служив в армии, будущий режиссер решил выучиться на журналиста. Его работы печатались на страницах татарских газет. После – новый поворот, учеба во ВГИКе. Именно здесь он познакомился со знаменитым режиссером из киностудии «Беларусьфильм». Тот высоко оценил курсовую работу Дмитрия Михлеева под названием «Диалог о картошке» и пригласил поработать в Минске. Там он и живет, трудится более 40 лет. В его творческом багаже более 30 фильмов, но больше всего он любит снимать документальное кино. Многие картины Михлеева удостоились наград на престижных конкурсах. Документальное кино – это потрясающая вещь. Это высший уровень журналистики. Я объехал весь Советский Союз. Я был во многих странах европейских. Это как Ролан Быков говорил, да. Я счастливый человек, он говорил. Я хулиганю, снимаю все, что я хочу. Мне еще за это платят. Я снимал, я уже говорил, детей, стариков и животных. Почему? Потому что здесь было ноль политики и возможность выразить в себя свою любовь, свое отношение. Наши новости и программы вы можете смотреть на сайте ntrk21.ru. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии, руководитель контрольно-счетной палаты «Чуваши» Светлана Арестова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова